Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Чувствую себя ужасно, у меня есть сын, два с половиной года, замужем, сейчас беременна, вторым ребёнком, два месяца болею, не ем толком, ничего не делал. Ребёнок на няне, очень сильный токсикоз, две недели просто лежала не вставая, так было плохо. Итак, физически вам тяжело, судя по всему, не только врачи не знают, что такое токсикоз, кстати, а откуда знаете вы, но ещё и ваш муж тоже, что это такое, не знают. Либо не воспринимает вас как человека, который может, ну, например, заболеть. Вообще, это довольно интересный момент, что ваш муж не испытывает к вам эмпатию. Судя по тому, что мы можем видеть, у человека её нет. Связано это с тем, как вы со своим мужем коммуницируете. Ну, насколько хорошо вы с ним коммуницируете, насколько вы понимаете друг друга хорошо. Хорошо. Как много у вас общего, ну, между вами, как много между вами общего? Есть ли у вас общее что-то? Вот. Что вас объединяет? Что вас связывает? Вот это такая история, как мне кажется. И само собой разумеется, само собой разумеется, что если этому не уделял внимание, само собой, что если на это не обращал внимание, то, конечно, вот такие вещи. Ну, в частности, как то, что вы описываете, будет действительно давать о себе знать. Вот. Ну, просто, просто потому что, просто потому что отношение вашего мужа к вам сейчас, это следствие, результат, если хотите. Того, что между вами не было выстроено уважительных личных отношений. Как так вышло? Это очень хороший вопрос. Очень хороший. К сожалению. К сожалению. К сожалению. К сожалению. Пока что ответить вам на него нет возможности. Ну, слишком мало информации. Я бы так сказал здесь. Дальше. Мы живем за границей, врачи здесь не понимают такого плохого состояния, говорят все ок. Если врачи такие плохие, то волей-неволей возникает вопрос. А как же вы тогда первую беременность прожили? Как вы прошли первый беременность? Тогда не было токсикоза, получается? Если вы знали, что врачи такие плохие, то как вы оказались в этой стране? Вот. То есть вы как будто бы не приняли уровень медицины в той стране. В той стране, в которой вы живете. Я бы сказал, что это несколько странно выглядит. Не считаете? Так. Вот. То есть оно понятно, что медицина действительно может быть плохой. Это так. Но вы же знали об этом? Или нет? Что медицина плохая? Для вас это не неожиданность? Понимаете? Понимаете. О чем я хочу сказать дальше? Ох, насчет самой родной России. Сочувствую вам. Но опять же, вы выбрали переехать. Мышь сказал мне на днех, как он устал. Насчет всех женщин, как женщины. Счастливость, что беременна. Одна ты умраешь. Лучишь. Ну это похоже на вспышку. Похоже на такую вот эмоциональную вспышку человека. Ну вот. То есть очевидно, что мы тоже как-то переживаем то, что происходит. Ну вот, как-то справляется с этим тоже. Вот. Говорит у друга, женя и сестры. Хватила. Сама всегда же десняния. Готовит торцы на заказ. Я после такого даже ничего не сказал. Этого дарило самое сердце. Ну вот, смотрите. То, что вас ударило это самое сердце, как бы говорит о том, насколько вы конструктивно выстроили диалог с мужем. Что ему достаточно сказать одну две фразы. И вас это заденет. Давайте попробуем немножко отстраниться от того, что сказал он и что он вас предал. Да, это все-таки позиция жертвы. А давайте постараемся подумать, как это заделывалось. Отношение мое после этого не сдвинулось вместо к нему, а должно было. Я даже если мне лучше станет, не хочу стараться для этого человека, кто вас заставляет. В тот момент, когда мне так необходима была помощь, мне ткнули в спину. Я бы сказал, что вы сделали составку на одного человека. Вот. Ожидая помощи от того, кто, вероятно, вам помогать не хочет или не может. Но вам больно. Только вот от чего вам больно здесь? Что именно болит? Куда попал ваш супруг? В чувство покинутости, которое было с вами, судя по всему, очень долго. Он в целом не плохой муж и папа. Вот это вот меня и смущает, что вы видите в нем только мужа и папу. Но не вашего папу. Проблема в том, что он не только муж и отец. В первую очередь он мужчина и личность. Уже потом он муж и отец. Потому что это следствие. Это следствие выбора личности. А для вас он только муж и папа. Который должен, наверное. Ну и вы тоже, если позиционируете себя как жену и мать, то вы тоже должны. Но эти сравнения с героинями. Какими героинями имеется ввиду? Это героические личности? Нет. Нет. Это не героини. Это люди просто у которых совсем другая реальность. Но вы сравниваете себя с ними сами. Скорее всего. Вы себя обесцениваете сами. Понимаете? А ваш муж просто попал в точку, можно сказать. Я знаю, что почти у всех здесь их семьи. Мамы, папы, братья. В институт ставляют себя любимый идеальный дом. У меня, конечно, такого нет. Идеального дома. Ну, то есть вы сами себя сравниваете здесь. Как я приезжаю домой в Россию, чувствую всю мощь своего рода. Это даже независимо от возраста и помощь соответствует их возраста. Если я просто тухну или может быть преувеличиваю. Я думаю, что... Я думаю, что вы как-то вот находитесь в зависимости. То есть вы не ходите в зависимости и вы как будто бы не можете без того, чтобы полагаться на кого-то. Обратите внимание. Вы говорите, что я чувствую мощь там в своей семье. Ну вот. А что это такое? Это, это, это защита. Судя по тому, что мы можем видеть. Это защита. То есть вы чувствуете себя защищенным. Но, простите, а от чего? От чего вы хотите себя чувствовать защищенным? От чего вам нужна защита? Нет ли такого случайно? Что вы боитесь, например? Что не справитесь с чем-то? А что означает? Что вы... По-видимому, на судеброте слишком много. Ну вот. В случае. В случае, если как раз... Вам нужна защита. И поддончик. Понимаете, да? Вот. На это я бы хотел обратить ваше внимание. Здесь. Вот. Ну что же. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен и интересен. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на с собой работу. Вот. Вы большая молодец, что обратились за помощью. Экспешно-то, что я хочу. Спасибо за просмотру. Удачи. Продолжение следует...